Сегодня, наверное, будет самый необычный мой доклад, в принципе, самое необычное выступление. Хотя я читаю лекции, вот уже даже страшно вспомнить, сколько, наверное, 14 в разных вузах по стране постоянно. И тем не менее, гарантированно сегодняшнее выступление будет самое необычное. Потому что необычная проблематика, которую я поставил. И та проблема, которую я бы хотел сегодня поднять, она не предполагает структурированного подхода. То есть, если говорить о снах, о природе их с точки зрения внешнего, внутреннего, и выстроить доклад, как выстраивается любой научный доклад, то, в общем-то, мы уйдем от темы как можно дальше. А мне бы этого и не хотелось. Поэтому я попробую набросать какие-то эскизы, какие-то яркие примеры дать, как это происходит в самих снахидеях. Для меня всегда очень важно было, чтобы метод моего исследования максимально соответствовал предмету. И я бы хотел начать с вот такой маленькой, но очень яркой заризовки. Вы видите на заднем плане мою картину, которую я написал буквально совсем недавно. И она родилась из сна. Мы привыкли, что сон во сне, нам, в общем-то, достаточно сложно сконцентрироваться на каком-то предмете. Предметы мутируют, изменяются, как бы ускользают от нас. А когда удается сконцентрироваться на каком-то предмете, то, как правило, человек перебудет состояние, которое в эзотерическом мире называется астральным. На самом деле, это состояние полупробуждённого сознания, как бы сказал учёный, который изучает человека с психофизической точки зрения. Эта картина – это мой сон. Она пришла в чистой форме, неизменно висела у меня перед глазами на протяжении всей ночи. Что позволило мне её разглядеть настолько подробно в деталях. То есть я понял даже материал, как, из чего она сделана, каким образом она написана. И, соответственно, по факту пробуждения, я просто достал большой кусок красного картона, взял пастель и буквально там за 10 минут её зарисовал. То есть в данном случае вы видите, с одной стороны, это мой сон, в прямом смысле слова, в этом сне не было ничего другого. С другой стороны, вы видите объект, который находится во внешнем мире. Это картина. И как разделить в данном случае внутреннее и внешнее? Это такая затратка, которую я сегодня в течение моего дождана буду обыгрывать. Сложность дифференциации внутреннего и внешнего. Пока это было моим сном, это было частью исключительно моего внутреннего дополнного пространства, моего внутреннего бесконечности. Как я только её экстериоризовал, соответственно, она стала доступна любому. Но, в отличие от большинства других примеров, я очень часто в разных жанрах работал со снами. У меня никогда до этого не было такого случая, чтобы во сне я видел точно со всеми деталями, со всеми штрихами нечто, что мне удалось перетащить в твою внешнюю реальность. Соответственно, грань между внутренним и внешним полностью стерлась, полностью разрушилась. Что касательно другой сферы творчества, как вам уже сказала Лидия, по образованию своих композиторов и по роду деятельности. И очень многие мои сочинения посвящены проблематике слов и даже частично написаны во сне. Но я всегда говорю, что вообще моё творческое мышление ополонично, но на самом деле это отчасти так, но отчасти не так. Сложная проблематика, сложные какие-то решения, которые мне нужно в сочинениях оплатить, очень часто приходят ко мне во сне. Не целиком сочинение, конечно, музыкальная форма требует значительно, о большей детализации, чем вот такая картина. Но, тем не менее, какие-то отдельные решения тоже приходят во сне. И это тоже смыкает внутреннее с внешним. Зачастую отделить одно от другого уже становится очень сложно, потому что очень сложно отделить иницу, приходящую во сне, некий импульс, схваченную идею, схваченное решение от того, как полупробуждённое или уже полностью пробуждённое сознание начинает её разворачивать уже в мире тех идей, так скажем, ну, условно назовём это в нашем профессиональной дискурсе, в котором мы работаем. И это ставит для самореплексии очень сложные задачи. Я больше свою часть жизни занимаюсь самореплексией, занимаюсь изучением творческого процесса на себе самому. И вот это ключевая сложность – отделить то иницию, то некое предощущение, которое родилось в самом сновидении, от его последующей интерпретации, которая наступает уже в самом сне, которая включает это в дискурс наш, ну, профессиональный дискурс, там, композитора, поэта, писателя, учёного, художника и так далее. И на самом деле это отделить всё-таки можно. Я сегодня попытаюсь набросать интересные такие вещи, поэтому попытаюсь показать вам какие-то вещи из области слова, которых, возможно, вы даже и не слышали, потому что для меня лично на моём примере это было настоящим откровением, когда сон может быть ещё и таким. Соответственно, вот под таким знаком, аж чем ещё может быть сон, я сегодня попытаюсь выстроить свой диалог. Ну, пока я имею в конце, я надеюсь, диалог, когда будут вопросы. Можно следующий, скажем? Вот вам пример, пожалуйста, сновидческого мира, совершенно уникальный для меня. Дело в том, что я до последнего, так скажем, до октября 2020 года никогда не рисовал и рисовать не умел. Умел не рисовать по принципу ручки, ножки, огуречек, да, вот и вышел человечек. Человечек кривой обычно выходил для этого. Вот. И никогда я этим не страдал и даже не пытался, но так как я на протяжении, как вы видите, огромного количества лет занимаюсь изучением истории как второго, как культуролог, это моя основная направляющая, то к определенному моменту у меня сложилась в голове идея авторской колоды. Эти образы были очень чёткие, очень конкретные. Сначала я пробовал работать с профессиональными художниками, но передать эти образы в слова или набросках, наброски у меня были, как я уже дал понять, ручки, ножки, огуречек, поэтому мало что было понятно художнику, и, в общем-то, получалось то, что называется в народе типичное лимитой. Вот. То есть ничего хорошего из этих, так скажем, взаимодействий с художниками не вышло. И в итоге я решил сделать невозможное. Я решил поддаться сновидению. То есть если я во сне абсолютно точно вижу образ, он полностью выстрел, значит, вполне возможно, что если я отключу сознание, мне удастся этот образ запечатлеть. И случилось чудо. То есть мне действительно удалось отключить сознание настолько, чтобы начать рисовать эти карты. Это полностью вновь нарисованы карты, они уже выходили в международном сборнике хроники Таро. Это полностью готовая колода из 22 старших арканов, по которой я вот-вот начну чтение курса авторского в Москве на проекте Касталь. Соответственно, эти же карты выйдут в моей новой книге, также посвященной изучению карт. В данном случае это редчайший пример, это клепатическое Таро. Клепатических Таро, в отличие от Таро обычных, на данный момент меньше 10-ти. За всю историю этого сна. Ну вот вы видите, на что способно на самом деле толкнуть человека сновидением. Это экстериализация сна. Рисовать я не умею, рисовать я не учился. Это пастель, это большие куски картона твердого, чуть больше, чем А3 формата. И на ручки, ножки и огуречек это уже совсем не похоже. На каждую из таких карт у меня уходило примерно 2-3 часа. То есть это быстро. Понятно, потому что это непродуманная работа. То есть, если я сейчас попробую что-нибудь, ну, например, захочу зарисовать, вот как вы здесь в зале сидите, у меня, естественно, ничего не получится. Потому что во сне я этого не видел. Я буду это делать сознательно. Я нарисую это, как маленький ребёнок рисунок. Правильно. Но если я вижу образ сновидения, если мне удается его удерживать и ухватить, то руки, в общем-то, мне почти не мешают. То есть для того, чтобы научиться так рисовать, у меня ушло чуть меньше недели. Поначалу, естественно, сознание сопротивлялось. Оно знало, с чего я точно не могу. И, соответственно, я начинал с чего-то простого, и простое было плохо. Потом я понял, что надо начинать не с простого. А нужно точно следовать за тем образом, который я чуть-чуть всего вижу. Если образ вижу очень чётко, руки подстраиваются под то, чтобы его реализовать. И для меня это было откровением. Понимаете? Для меня это было откровением, потому что 22 старших аркана были сделаны меньше, чем за два месяца. И это не то, что я каждый день рисовал. Я, простите, в нескольких вузах преподобиям, вузах пришёл. С ним не с чем заняться, кроме рисования карты. Вот. А можно следующее? Следующая форма. Вытянута из сновидения стихотворения. Ну, в данном случае вы видите рисунок, рисунок, который послужил именецу для этого стихотворения. Собственно, автор рисунка вот перед вами сидит, но за камерой. Это Анна Кузнецова. И когда Анна прислала мне этот рисунок, это уже было очень поздно, но я был в командировке, и я буквально с этим рисунком погрузился в полудрём. Из этой полудрёмы мне удалось вытащить стихотворение. Я сейчас готовлю большую книгу стихов. Именно вот этот рисунок там в том числе и будет. То есть это иллюстрированная книга стихов будет. И на чём бы я хотел сделать, сакцентировать внимание. Я вам сейчас это стихотворение прочту, оно небольшое. Понятно, что и сна длинное стихотворение не вытащишь. Оно отличается от любого прочего моего стихотворения тем, что, будем так честны, я не знаю, о чём оно. То есть когда я пишу сознательное стихотворение, то есть там скрыто или явно, есть майнстримная некая идея, которая мной выражена. Это стихотворение, так как оно рождалось во сне, даже пусть и в полудрёбе, но тем не менее практически с отключенным сознанием, его приходилось потом, как и сны, когда по пробуждению его сон вытаскивать нужно. И чтобы все детали сна вытащить, он как бы пытается сквозь пальцы, как песок просыпаться, его нужно вытаскивать оттуда. Также приходилось вытаскивать это стихотворение, и я не знаю, о чём. То есть оно вот просто есть. Я вижу, что оно естественно, оно органично, оно точно соответствует рисунку, оно выражает самоё себя. Понимаете? Опять же, это эксцериализованная форма, но намного более сложная, ибо язык бессознательного визуален, а здесь визуальным является иницио, с внешнего мира. А ответ внутренний был вербален, он в словах выражал. Поэтому, конечно, это вытащить было несоизмеримо сложнее, и вы можете смотреть на этот рисунок, на эту птицу, это умная птица, а я прочту в данном случае это стихотворение, чтобы посмотрели, что можно вытащить из мира снова. Я видел, как с луны спустилась птица, просто спустилась по серебряным лучам. Как звёзды устремляются с небес порой ночной, с луны парила птица, будто падая. Как будто и не птица, но звезда всё ниже, ниже, ниже. Круговым движением она стремилась к морю, не к земле. Решительно и быстро, как в падении, мы управляем в её полёт. Следил за ней я, затаив дыхание, пока она не растворилась в море, с серебряными брызгами луны и маленькими капельками крови, подобными крупинкам янтаря, прозрачным и скорее оранжевым, чем красным, как кабошёвый сердолика, как дальние огни причала. Затем я видел башню между вод, холодную и мрачную, без окон, лишь сложенную из камней морских, вознесшуюся до небес, а может, выше. Казалось, что она растёт, желая прорубить своей вершиной канал к луне, дорогу к нему мёртвых. А может, это было и в ином порядке, но птица всякий раз летела вниз и всякий раз стремилась к верху башня, взаимно обнуляя результат движением и противодвижением. Лишь море было неизменно чёрным, и неизменной белизной луна сияла. Вот такое вот стихотворение. Опять же, то, что можно вытянуть из мира сна. Я не знаю, о чём он достигтворения. То есть я его могу интерпретировать так же, как сторонний, так сказать, слушатель, так же, как и вы. То есть это просто некий пакт. Когда нам снится какой-то сон, в данном случае наша интерпретация ничуть не лучше интерпретации чьей-то чушь. С одной стороны, это наш личный опыт, с другой стороны, никто не отменял эффект слепого беда. Так что вот ещё один пример удивительный такой, того, что можно вытащить из мира снов. Можно следующий? И вся эта история с изучением снов и с моим многолетней записью снов, а сны я описал, то есть я бил дневники снов на протяжении десятилетий, и у меня их просто неимоверное количество томов. У меня ещё и, к счастью, или, к сожалению, память хорошая, поэтому я полностью с ней с трёх лет. И по результатам этого я, в общем-то, написал вот эту книгу. Эта книга полностью закончена, сквозь мириады снов. Это 400 страниц наиболее ярких снов, которые расположены в технологическом порядке. Примерно с возраста в три года, и заканчивается эта книга февралём 2021 года. Эта книга ещё не издана. Я несколько раз её ещё прочту, прежде чем опубликовать, потому что, в отличие от вот этих книг, которые научные, которые уже снискали неопределённую репутацию, да и вообще я вращаюсь в научных кругах, а эта книга, конечно, это книга откровений. И эта книга, даже если её в такой, как здесь, аудитории, вот сейчас я бы рискнул зачитать некоторые фрагменты, я боюсь, что кто-нибудь мог бы побежать там за голопередончиком, да, решил, что я излишне перевозду. Но там действительно есть вещи, которые фактически не поддаются. Поэтому я ещё подумаю, что я оттуда удаю наоборот. И книга будет издана. Книга будет издана в этом году. Это будет пятая моя книга. Я назвал этот жанр антибиографией. Потому что это действительно, это самое ценное, что со мной происходило, но это не та биография, которую вы прочтёте в Википедии. Да, на то и есть Википедия. Можно меня загуглить и там прочесть биографию. А это антибиография. То есть биографических данных тут не будет нисколько, либо то минимальное количество, чтобы понятен был сон. Причём под с нами я понимаю сновидение и духовный опыт. То есть я не разделяю одно и другое от другого. То есть всё, что относится к пространству внутренней бесконечности. Всё это я разместил на 400 страницах этой книги. Строго-строго отбирая материал, который там будет. Понятно, что мне пришлось сны оформлять. Потому что одно дело, когда я вижу сон и мне это что-то знакомо, мне это напоминает определённые вещи, читателю это будет совершенно непонятно. Поэтому для этого пришлось избирать определённую форму повествования, чтобы с одной стороны полностью сохранять структуру сновидений, с другой стороны не ставить читателя в позицию, когда он половину не понимает того, что происходит. Поэтому, конечно, книжка будет с одной стороны точно воспроизводить сны, с другой стороны понятно, что сам я сны себе так не пересказывал. Книга сильно отличается от аналогичных источников прежде всего масштабом временного отхвата. То есть, если вы вспомните и Красную книгу Юнга, собственно, там и не сны, а нету духовной работы над собой с тобой. И если вы вспомните чёрные тетради Юнга, то, в общем-то, там сфера охвата по времени небольшая. Здесь речь идёт об охвате в 35 лет. То есть, фактически вы видите историю становления человека через сновидения. можно следующий кадр? Там как раз вы увидите оглавление. Я поделил книгу условно на две части, на два раздела. Первый раздел называется «Книга спящего». Ну, так скажем, это некая ирония. То есть, это человек, который ещё не пробудился. Это о детстве. Там как раз будут самые-самые ранние мои сны, которые я помню. Я их помню очень хорошо в мельчайших подробностях. И какие-то сопутствующие обстоятельства даже не позволили достаточно точно датировать. Иногда эта датировка не просто по годам по месяцам и постепенно как вливаясь в университетскую среду, я для этого мира закрылся. То есть, это такая несколько печальная история ухода от мира сновидца, ухода от мира, когда мир снов действительно открывался для меня как нечто абсолютно невообразимое к миру того, что мы называем обыденной реальностью или того, что Чарльз Старк называл конвенциональным трансом. То, что мы называем миром бодрости. Что, в общем-то, не совсем правда, ибо это сновидение в форме, не только коллективное или конвенциональное. Ну, например, веру, что есть деньги. То есть, например, мы все дружно перестанем в это верить, то навряд ли вы на них что-то купите. Или попадете в то сообщество, где не знают, что такое деньги, вы сразу же поймете, что ваша вера была в них не очень оправдана. Это просто некая предустановленная реальность. Следующая часть книга бодрствующего выстроена как древо жизни. Здесь вы видите 10 глав, они строго хронологически идут, мальхут сквозь призму кристаллов. Мое духовное возрождение началось как раз с фелекционирования минералов. У меня одна из самых больших частных коллекций. потом, соответственно, Есот инициация в мир грез и так далее вплоть до звездного логоса хакма. Это, в общем-то, 21 год. КТР я оставляю как посвесловие. Что дальше? Я не претендую на статус КТР. И в этой книге, когда я ее писал, понимаете, я поднял совершенно колоссальное количество моих записей источников сновидений. И когда спустя такое огромное количество времени я аккумулировал все эти сны, то, конечно, это на меня произвело просто колоссальное впечатление. Я хотел бы поделиться хотя бы некоторыми снов, которые, понимаете, не имеют для меня научного объяснения. Ну, приведу несколько примеров. лично для меня в сновидениях допустим образ паука всегда был знаком отравления. И в общем-то в этом нет ничего удивительного. Если ваш организм заранее чувствует, что вы нездоровы, может, химическое или пищевое отравление, то он может это персонифицировать во сне в образе паука. Тут психофизиология и ничего более. этим никого не удивишь. Я всегда был уверен, что этот механизм работает именно так. И работал он именно так до лета 2014 года. Летом 2014 года я отдыхал с родителями на соляных озерах под Казахстаном. и мне на протяжении всей ночи снится гигантский паук. По пробуждению я решил, что наверное что-то не так, но я чувствовал себя отлично. Я не мог понять в чем причина. Когда я проснулся, родителей дома не было, они пошли отдыхать на пляж. Я пытался до них дозвонился, но не смог. Спустя какое-то количество времени они мне позвонили и оказалось, что случилась беда. Отец перепутал баночку со спрайтом с почти такой же по цвету баночкой для оружия для жидкости. Соответственно это сильнейшее химическое отравление, которое очень сложно выводимое. И в общем-то мне звонили они из больницы. Самое главное, что он выпил это ровно тогда, когда мне снился этот паук. Но не в минуту в минуту мы так не установим, но в тот же самый час у меня никакого отравления нет. Речь идет о том, что паук снился на отравление по-прежнему, но не на меня. Это первый раз, когда я действительно поверил трансперсональный опыт. Уж до этого мне снились подобные вещи, но понятно, что от синхронии всегда легко достаточно отмахнуться, подключив научную рациональность к этому делу. Потому что допустим за год до этого 5 июня 13 года мне снился сон, в котором я нахожусь метро и вспыхивает пожар. Я начинаю задыхаться, идет сильнейшее задымление, горят вот эти резинки черные, которые дают жуткий дым. Все покрывается черно-серым дымом, я просто задыхаюсь в этом сне и падая в агонии метро, я просыпаюсь. Вот такой сон. Таких снов у меня до этого никогда не было. Я как-то к этому отмезся, но сон и сон. Но когда я включил компьютер, оказалось, что это то самое 5 июня 2014 года, когда на станции библиотека имени Ленина загорелось метро, и действительно было много пострадавших, там было неимоверное количество дыма, люди задыхались от дыма. То есть мне это приснилось. Поэтому это было рано утром, и опять же это было именно тогда, когда мне снился этот сон. То есть в то же самое время. Не раньше, не позже, а синхронно. Но тогда от этого опыта отделался путем совпадения. Ну в общем-то пожар в метро, не... То есть столько фильмов снято на эту тему. В общем-то это могло быть такое. Но когда подобные опыты стали повторяться, сбрасывать это на обычной синхронии уже не получалось. Я бы эту книжку выбрал самые эффектные, но они были постоянные, было очень много. Так что вот вам пожалуйста опять внутреннее и внешнее. А где она эта граница? То есть каким образом я мог прочувствовать, что в этот момент горит метро? если с отцом допустим можно предположить, что у нас есть некая связь, в общем-то учитывая тот факт, что человек существо социальное, в общем-то какой-то степенью минимальной телепатией он теоретически может обладать, какой обладают животные или насекомые. Те же самые эксперименты, которые ставил ТАФТ в свое время, показали, что она в общем-то у нас есть, потому что она настолько слабая, что толку от нее маловато. Но как я мог быть связан с теми людьми, с которыми я их даже не знал? И тем не менее сон подтверждает этот факт. Когда я стал перебирать свои маленькие записи, они все на бумажках таких еще сделаны, потому что я часто фиксировал сны прямо ночью, не включая свет, если я просыпаюсь в течение ночи, я прямо записывал сон, не включая свет, таких бумажек очень много. Доковорот. Опять же, сон от 13-го года. Я захожу в какую-то больницу, в которой люди лежат с ИВ-аппаратами. 13-й год. Я спрашиваю, что с ними? У меня врач говорит, у них у всех корова. После этого стоит скобочка, вопросительный знак, как бы я не знаю, что это такое, в 13-м году, и пишу, возможно, у них ваня величия. Но они лежали на ИВ-эле. 2013-й год. Но сейчас-то, когда я стал писать эту книжку, мне очевидно, что это такое, понимаете? Но понимаете, в чем интерес? То есть это сон, который не может по сути ни о чем предупредить, потому что ты его не можешь понять. В 13-м году не было того человека, который смог понять и проинтерпретировать этот сон. Эффект Кассандры, да. То есть эффект Кассандры, он бессмысленный, да, совершенно бессмысленный. То есть ты получаешь не ради чего-то, не ради предупреждения, а просто потому что оно есть. Она уже картинка из другого времени. Как бы картинка из другого времени, да, да, да. Еще интереснейшие примеры со снами. Сны, которые, ну, мы все с вами привыкли, что сон, он так и иноча формы. Либо мы за ночь видим очень много снов, да, либо запоминаем там какой-то один большой сон. Но в этой книге, которую я скоро отпечатаю, вы сможете все ее прочесть, вы найдете большое количество снов по типу сериалов. Это сны, которые прерываются и продолжаются ровно с того же места, где прервались, причем не всегда на следующий день, иногда через неделю. Но таких сюжетов может быть до 7-8, когда сон не просто это вариация сна, а именно с того точно момента, то есть сон, грубо говоря, как бы прерван, и с того же момента он продолжает поисторонять, в такой же модальности, то есть те же цвета, те же картины, вот дальше пошел сюжет. Опять прерывается, дальше пошел. То есть вот такого я, конечно, от сна никаким образом не ожидал, понимаете? и более того, мне это стало ясно только когда я стал книгу писать, потому что иногда между этими фрагментами проходило две недели, я уже успевал это забыть, я благо дело все очень точно фиксировал, но так как снов было очень много и работы тоже было много, то я никогда не занимался самоинтерпретацией снов, я просто записывал, и иногда перечит. когда я стал все это собирать в книгу, я понял, что вот этот блок образует единый сквозной сюжет, который в отличие от каждых из этих блоков уже обладает смыслом. То есть он уже несет определенное послание, а каждый из этих кусочков этого послания нес. То есть это были просто части пазла, но сам пазл несложно было. Другой тип сна не менее странный, чем сны трансперсональные. Сон, в который входят два человека с разных ракурсов. То есть ну вот вы сидите сейчас здесь в этом зале и видите меня. Каждый из вас видит меня с разного ракурса. Правильно? Особенно у тех, кто справа и слева сидят, они видят с разного ракурса меня. То же самое может быть со сном. И понимаете, если бы речь шла о чем-то, о допустим мы обсудили сейчас с другом не знаю как мы завтра поедем рыбачить. И если и мне и ему ночью приснится как мы рыбачим, в этом в общем-то ничего трансцендентного не будет. Это просто если каждый из нас знает как выглядит палатка, то место куда мы поедем, вполне вероятно, что мы можем эту синхрону увидеть. Но речь идет о фантасмагоричных снах, о снах фантасмагории, которые ни с кем не обсуждались. И тем не менее два человека в одну и ту же ночь, в одно и то же время могут видеть эту фантасмагорию одновременно, но каждый с разных ракурсов. То есть я допустим буду там в этом сне видеть и того человека, который это же видит, а он будет видеть меня с другого ракурса. То есть опять же совершенно иное представление о том, что такое сон. По сути размываются все границы. То есть если сон это то, во что несколько людей одновременно зайти, то что это такое тогда в принципе за пространство? Некая реальность. Некая реальность, да. ничуть не менее реальная, чем реальность вот эта. Кстати, эта книжка именно ради этого и написана. То есть моя идея написать первую биографию снов. Ну вы все знаете формат «Жизнь замечательная по идее называется». Она в общем-то вся одинаковая. Там можно просто поменять фамилии, имя, отчество и дальше читать уже о другом человеке. И в общем-то там где-то родился, потом учился, потом на него некие трудности обязательно были, и потом вот он к своему достижению некому дошел. Вот в общем-то весь сюжет этого многотомного, колоссального проекта. «Пасказ о мельнике фингвичке». Это примерно то же самое, только со знаком минус. Это биография, которая основана только на внутренней реальности. И цель этой книги показать то, что на самом деле эта реальность ничуть не менее реальна. И более того, вот если мою биографию, я там мне даже лениво в Википедию зайти и какие-то правки внести, она там уже устарела кучу лет назад. Вы там даже меня не узнаете, там фотография от 2000 лет. Но вот то вот здесь я каждое слово выверяю, понимаете? Это более интимно, чем самые интимные сферы человеческой жизни. Потому что это уже реальность такая. Более того, понимаете, почему оно является интимным? Потому что в нашем мире ну так скажем интересоваться с нами считается как нечто странноватое скажем человек. При том, что если встретились там два индейца каких-нибудь в архиазе то он бы спросить как дела, то он не будет рассказывать вам, что вот у него там кастрюля прогнила или что там у велосипеда колесо прокрутилось он скажет вчера я видел луф. Не в реальность и вот они будут долго обсуждать это интересно понимаете это интересно а то что там у него еды нету на завтра это не интересно понимаете то есть есть традиции общества социума которые относятся к миру сновидений серьезно серьезно настолько что это и есть для них жизнь наш социум ориентирован исключительно на внешнюю так скажем сторону и он полностью игнорирует внутреннюю бесконечность а я хочу показать что на самом деле она не противоречит внешне они как бутылка клянила переходят одна в другую более того можно предположить что это некий более многоуровневый процесс то есть мы привыкли что у нас 4 измерения 3 время с временем мы уже поняли что что-то не так что есть не лады я сделал предмет после соответственно то что в магической практике называется пересечением бездны в общем-то человек который пересек бездну знает что единственное что можно исправлять это прошлое так же последние мои сны которые я даже не стал писать в эту книгу почему книга все-таки закончилась на феврале потому что сны перешли в ту фазу в которой они перестали быть верболизуем попытаюсь вам это хотя бы как-то намекнуть вот некий сон в котором постепенно открываются новые грани реальность то есть на уровне физиологии своей во сне я это ощущаю я ощущаю изменения как появляется четвертое пятое шестое измерение но я никаким образом не смогу это перевести в дескриптивную вагу я не смогу подобрать тех слов которые вы смогли это выразить это не нарративного типа сон в принципе то есть это сон в котором действительно открываются новые вот эти грани которые можно прочувствовать и которые из этого сна можно даже вытащить но описать их невозможно это даже используя мою методологию а я методологией науки занимаюсь достаточно долго и всегда подбирал наиболее тонкий инструмент для описания и карт и мира слов если будете читать эти книги вы поймете насколько далеко это от привычного научного описания все-таки если я описываю карты это будет так как нужно описывать карты а не как просто нужно описывать некий исторический феном но описать вот такого рода сней я не могу я не знаю как вокруг этого чертип ту петлю чтобы хоть как-то наникнуть на то что в этих снах происходило но что у нас в самом деле заканчики да помаленьку и давайте наверное чтобы я хоть как-то вам дал обозначить вкус этой книжки я зачитаю просто самый-самый ранний свой самый-самый детский сон первое что я помню в принципе мне кажется что он очень такой алхимичный и поставит красивую точку в том что я говорил мне виделось что я встаю со своей кровати и передо мной возникает огромный шкаф великолепной работы по дереву он выполнен из карельской березы идеально ошлифован и имеет в своих очертаниях явное преобладание округлых изогнутых мир если бы я знал в свои 2-3 года что такое оно я бы с легкостью определил время его создания но ничего подобного я будучи совсем маленьким не знал и никогда не видел в своем окружении таких великолепных поистине царских вещей этот шкаф покорил меня своей красотой и изяществом формы текстурой древесины цветом и особой внутренней теплотой исходящей от него с трепетом я открыл дверь этого шкафа и там в непроглядной тьме неожиданно загорелся огонек словно танцующий в воздухе свет пакела который приглашал меня отправиться с ним путешествия по винтовой лестнице ведущей вниз я вошел в затемненное пространство шкафа который намного превосходил меня в размерах и устремился вниз по великолепной резной винтовой лестнице выполненной так же как и сам шкаф из ценных пород дерева я спускался все ниже и ниже лестница поворачивала все время налево и напоминала гигантскую деревянную спираль с каждым новым шагом с каждым новым поворотом пространство вокруг становилось все светлее хотя источника этого свечения я никак не заметил этот спуск казавшийся мне тогда бесконечно пугающим но вместе с тем захватывающим сопровождался странным соматическим ощущением мне чудилось что мое тело сжимается выворачивается и пересоздается заново в пространстве этого шкафа я понимал что могу раствориться и быть снова воссозданным в том обличье в котором я сам поживаю там на дне откуда исходил зачаровывавший меня свет там куда я стремился не было ничего невозможного весь мир словно пульсировал в такт спиралевидной лестнице внутри магического шкафа и в этом танце растворение сгущения возникали самые причудливые формы которые только было возможно себе вообразить я шел среди этих наклывающих на меня образов пытался получить от каждого из них свой подарок прикосновение к каждому из них каждый из этих фигур наделяло меня все новыми и новыми типами ощущений окружающего меня пространства а также собственного моего тела и души я твердо знал что как только соберу эти бесчисленные дары даймонов лестницы и дойду до ее дна в моей жизни станет возможным все и одновременно с этим изменится весь мир он станет совершенно соответственно я туда как вы понимаете не дошел в этот момент я пробудился и на протяжении нескольких месяцев я тщетно по квартире у моей бабушки где-то расходила я в общем-то искал этот шкаф я попрошал взрослых куда дели шкаф потому что это было для меня абсолютно объективной реальностью то есть я не понимал что шкаф может исчезнуть тот шкаф который я действительно входил который я сезал который был чем-то абсолютно плотным и вот такой мистический сон от примерно до 2,5 года то есть очень маленький возраст это первый сон который я помню спуск по вот этой винтовой лестнице и дары этой лестнице каждый из шагов вниз заметьте чем ниже тем светлее становилось и каждый из шагов вниз наделял новым неким ощущением невербализуемым неописуемым словам но которое мне удалось из этого шкафа вытащить более того это происходило мне много лет то есть это советская эпоха то есть никто из моих родственников тогда в советском союзе естественно такую христианскую литературу как хроники наргией не читал этого шкафа я не знал тем более два с половиной года да и шкафа на самом деле другой все-таки существенно отличающийся от лирисовского вот в общем-то на такой ноте наверное я сегодня и прервусь ибо оформлять мое выступление как-то мне кажется бессмысленно да это просто некие этюды к тому чем может быть сон и некое превью моего вот этого грандиозного проекта посвященного к саморефлексии и сновидений в моей жизни поэтому если у кого-то возникнут какие-то вопросы то я могу попытаться на них ответить я позволю себе сделать комментарий да конечно на самом деле то о чем вы рассказали с точки зрения египетской теософии оно если брать их аксиомы принимать за науку научно объясняется у египетян существовало три мы с вами привыкли живем в одном времени времени цикличном времени материальном который называлась у египтян нахек первое время изначальное время у них называлось заптепит когда собственно произошло большое взрыво образовалась вселенная и есть еще второе время так называемое время совершенных результатов там где формируется энергоинформационная матрица будущих событий то есть она в английском называют хроники акаши в скандинавской традиции это колодец мемира а в египетской традиции это летописи сша и по сути эти времена как вы правильно сказали очень серьезно переплетены друг с другом потому что изменение энергоинформационной матрицы которая статична во времени джет она приводит к реализации определенных событий в циклическом и пространстве циклического времени поэтому по сути вы осуществляли путешествие в глубину коллективного бессознательного погружаясь в время джет которое по сути представляет из себя пространство и вы могли передвигаться в прошлом и будущем фиксируя снимая определенные вибрации информационного пространства но кстати на самом деле тут же работает эффект наблюдателя если погрузились туда соприкослились с этой матрицей вы реально что-то можете поменять собственно на чем основывается день египетской магии когда собственно жрец с помощью специальных практ перемещался во время джет и пытался что-то поменять по времени на кэф изменяет информационную матрицу по сути вы как бы по каналам аркана жрец или аркана луна спускаетесь в очень глубокие пласты сновидений которые не являются не лежат уже в плоскости вашего личного бессознательного но попадаете в плоскость коллективного бессознательного это достаточно редкий дар и собственно в этих летописях в США вы путешествуете по сути где для вас пространство пространственная ось является временной и то что вы действительно не можете вербализовать часть ощущений связано просто с тем что там лежит гораздо больше того что наш с вами 6 органов чувств на сегодняшний день может зафиксировать информационная матрица которая дает вам ощущение но они наше сознание не в состоянии просто обработать вот такой комментарий я хотел сделать по сути на соответствии юргийской науки вы действительно осуществляете какие шаманические путешествия во времени джет собственно рассказывая о результатах которые собственно вы получаете собственно даже богиня была определенная в древней ее имя США и вот это вот пространство времени джет у них ассоциировалась со священным деревом сикамора ишет где собственно сейшат наносила точки летопись времени правления фараона вот такой хотел сделать комментарий то есть реально безумно интересный опыт человека который погружается в летопись США это очень интересно желаю удачи в вашей книге спасибо спасибо спасибо